КАПИТАЛИЗМ Тони Старк с травмой головного мозга приходит в себя в остатках брони Сентинел Бастера. Мистериум блокирует связь с внешним миром, помощи ждать не от кого. Нужно срочно покинуть броню, которая оказалась будто лабиринт. Из-за сотрясения мозга наш герой начал ловить галюны, в ходе которых он натыкается на своих матерей. Марию Старк, которая его воспитала, и биологическую мать Аманду Армструн. Затем на Тони нападает множество злодеев, самые знаменитые из которых это Джастин Хаммер и Хлыст. Да, они были теми еще бедасами, но и Тони причинил им много боли. От злодеев Старка спасает сам Магнето. Мастер магнетизма обвиняет парня в том, что Старк создал технологию, которую теперь использует Орхис в Стражах. Не обращая внимания на его оправдание, Маг скидает его в стену и прижимает металлом. Тони приходит в себя в своей первой олдскульной броне рядом с Говардом Старком. Старший хвалит изобретение сына, но идиллия прерывается. Под ним рушится земля, и он падает вниз. На этом галлюцинации заканчиваются. Старк приходит в себя по-настоящему и надеется, как бы это жестоко не звучало для героя, что Фейланг умер во время крушения. Но оказалось напрасно. Злодей нападает на него сзади. Желчал избивает негодяя, не встречая особого сопротивления. Фейланг осознает, что его песенка спета, потому пытается подтолкнуть героя к убийству. Но тот отказывается. Тони отпускает злодейское отродье и приказывает отозвать подкрепление Стражей. Но уже поздно. Нимрат и Омега-Страж предали человеческую часть Орхис. Ими управляет жажда уничтожения всех и вся. Старк связывается с Эммой и просит о помощи. Но у нее свои проблемы. Девушка сражается со стражами в коопе с людьми Икс. Фрост говорит, что хоть она и не может прийти на помощь, но она пришлет того, кто не менее важен. И им оказывается Магнета. Продолжение следует. В тюрьму к Роуди приходят солдаты Орхис. Старк предполагал, что на его друга нападут, потому поместил в подаренный ему кулон броню воителя, уменьшенную частицами Пима. Вы же это помните, да? Буквально на прошлом уроке проходили. Ты же внимательно слушал, да? Вот ты, на Камчатке. Короче, Роуди сбегает из тюрьмы, захватив с собой песочного человека и живого Лазера, с которыми он успел сдружиться за решеткой, пока не стреляли друг у друга сигаретки. Тем временем Старк находится в окружении Магнета и Фейланга. Несмотря на ненависть друг к другу, персонажи решают объединиться перед лицом общего врага – Орхис. Героическая тройка придумала коварный план по уничтожению заводов по сборке стражей. Фейланг, преданный Орхис, сообщает расположение всех точек сбора стражей. Магнета тем временем чинит Сентинел Бастера. Только Старк, которому особо работы здесь не нашлось, решил произнести заветные слова – «Мстители – общий сбор». Но его просит этого не делать. Наверное, потому что это жесткое клише. Сентинел Бастер уничтожает несколько заводов, но ему мешает Нимрад. Бараня, падая, проделывает дыру в мосту, по которому скоро должен будет проехать поезд. Тони перекрывает брешь в железнодорожных путях своей собственной спиной, делая из себя рельсу. Но он же железный. Это позволяет поезду по нему проехать. Блин, как же круто это выглядело бы в кино! Магнета и Фейланг сражаются с Нимрадом. Макс сковывает его мистериумом. Но Нимрад выпускает в него смертельный для мутантов туман Терригена. Тони вовремя успевает его нейтрализовать, но Нимрад успевает и сам освободиться. Безумный Макс проникает в него прутьями, окончательно выводя из строя. Они выиграли сражение, но не войну. Нимрад просто переносится в другое тело. Магнета сообщает коллегам, что мистериум изменился, будто бы умер после соприкосновения с роботом. После чего желает Тони успехов, а сам улетает дальше сражаться с Орхис. Старк мощным ударом вырубает Фейланга и сообщает, что теперь он заплатит за все свои преступления. Блин, он как бы тебе даже помог, а ты так себя с ним ведешь. Хотя ладно, он заслужил. Продолжение следует. Как вам такой формат быстрой пробежки по страницам? Я хотела засунуть выпуски в шортсы, но тут слишком много пришлось бы опускать, чтобы уложиться в формат минутного ролика. Так что, надеюсь, вам понравилось. Я таким образом планирую делать забеги по сериям, которые, может, уже и не такие интересные, но ради галочки их лучше бы прочитать с вами вместе. Всем спасибо за внимание. С вами был канал Hardcover. До новых встреч на просторах интернета. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok